Проект интернатовский, исторический и социальный. Суть проекта следующая. Историю делает, красивую историю, которую нам рассказывают в телевизор, как Гагарин в космос полетел, великая отечественная война, подвиги, делают совсем обычные люди. То есть историю можно, какой-то великий факт, рассматривать как некое особенное дело, в центре которого стоят обычные самые люди, которые сделали свое маленькое тело, и появилось нечто великое. И наоборот, настоящая история хранится в воспоминаниях обычных людей. То есть это не летописи, это не учебники официальные, это воспоминания обычных людей. Что мы решили сделать? Берется обычный человек. Кто-то, у каждого есть своя какая-то история. Кто постарше, старики могут рассказать, как кто-то во время войны, во время пуска, и другие в танки горят, или как он по Викстаду ехал. В 1953 год, как Сталин хранит, и помнит эту всю дату, которую нам показывают в телевизор. Потом, знаем, кто-то в Кушина снимался, кто-то в Беликояне 70-х участвовал, кто-то прошел Афган, кто-то получил свою комнату. Технически берется человек, сажается, снимается на камеру. Камер различных сейчас много. Это и в Айфоне, и в Айпаде, хорошая камера. Это запись делится на короткий период. Это отрезки 3-5-7 минуты, выкладывается там на сайт. На сайте есть рубрикатор. 41-й, 45-й, 45-й, 53-й и так далее. И тег, система тегов. Кагарин, Сталин, ГУЛАК, что-то еще там, можно на пределах, в зависимости, то есть пользователь сам выбирает. Я знаю, что вы понимаете, что вы выбираете формат, заданные 3, 5, 7, или... Да, давайте это скажу, о том, что мы с вами были в религии. То есть в итоге получается, я вам расскажу сейчас про идею проекта, как она обращается, она немножко превращается по-другому. То есть получается, это такой проект по сохранению воспоминаний у человека людей. Например, это историческая речь. Как пример, сегодня шестерка пожарится, знаю, что на всех. То есть мы ее как немножко в страны не подошли, например, пятый человек, который поздоровался с Александром Сергеевичем Буршкиным. Мы нашли... Ну, знаете, да, что у Буршкина в городе Нижегородской области село имение Болдина. Мы нашли дедушку, чей прадедушка был извозчиком Буршкина, когда он приезжал в Болдина. И он рассказывает, по памяти передаете историю, что ему рассказывал прадедушку. Например, во время революции было поздно, когда сжечь поместье, они собирали народ, чтобы защитить самой Болдина, чтобы он не сомкли христиан. Или, например, мы нашли человека, который снова живет в Нижнем Новгороде, он лично. Ну, не запускал, конечно, никакой способности, но стоял рядом, когда нажимали на одну руку, когда он был молодой. А когда он был постарше, он был сам Байконура и передобрал, подписывал все документы, готовил все документы, которые... Ну, а передачи, когда РАТО России уходила из Байконура. А следующая, как бы, другая, обидная проекта, она личностная. Ну, рассказывает с вами, вы видели отлично? У меня было два дедушки. Упу, воевая, один за разведчиком, и ходил за линией фронта, один раз пропался, потом бежал из плена, а так как... После войны, так как он был в плену, после войны, его на десять лет с лагеря Маталь. Другой дедушку был шофером, и во время больных участвовал, возил по льду в Ленинград на дороге жизни и пробудка. Суть какая? То, что вы умерли, и вот это все, что я не знаю, по большому счету. Но я что-то знаю, так как там какие-то вопросы, что я задать. А мой ребенок, который мне 5 лет, он на это помнить не видел. Моя знакомая, как хорошо об этом сказала, когда спасил своего ребенка, что для тебя 9 мая. Ребенок, ну, лет 10, наверное, сказал, это сам. То есть для многих 9 мая, это уже первый праздник какой-то. А не до Великой Гори, как он реально был вводитель, какие-то великие свершения. То есть еще, получается историческая, это, конечно, кровяная линия, и личностная. То есть нужно успеть оставить воспоминания о тех людях, которые уходят, о тех людях, чтобы наши дети, наши сотрудники об этом помнили. Еще одна такая штука, на котором вспомнили, которая мне нравится. Нужно сделать историю модной. Мы встречались в Питере с человеком, который, если обысковый друг, он достает самолеты из балок. И суть какая? Что говорит, нас, говорит, находит государство один раз в год, 9 мая. 9 мая нас находят журналисты или 8-го обычно, спрашивают, что мы делаем, пишут она статью, что у нас все хорошо, и все, и на целый год нас забывают. А нужны люди, нужны средства, чтобы делать их неплохое дело. А будет, если мы направим куда-то в ту сторону человеческое внимание, то как бы можно идти куда-то туда и денег. То есть, как-то еще тогда какая-то. То есть, нам еще раз, то есть, нужно показать людям, что история не скучная такая тема, где куча, ну и куча дат, и все это официально, а что-то живое, которое нужно сохранить. Дальше, дальше, конечно, шутковина была. То есть, снимать видео оказалось тяжело, потому что даже не было подойти к своим родственникам, у меня как бы одно ухо по жизни надо сделать, или в далеком социалке, да, а взять вот камеру и прийти и сказать, тюрь, давайте я на камеру спешу, там, дедушку, давай. Это на самом деле, ну как бы, даже меня, как бы, довольно-таки сложно это сделать. А человеку сделать это массово, да, чтобы сайт наполнялся, мы же делаем, мы не наполняем сайт, мы делаем площадку, а сделать так, чтобы люди сами это делали, это тяжело. В итоге, как бы, у нас, немножко так вот, изначально идея на себе снова, да, то есть у меня у меня есть дома лежат 2-3 таких столовых пакетов со старыми фотографиями. Там прадедушка, начиная от прадедушки, которую я вообще ни разу в жизни не видел, и история, которую, как и знаю, только совсем чуть-чуть, потому что мои родители даже не помнят. И заканчиваем текущим временем, да, то есть последние 5 лет все делается с травом и в больнице в интернете. То есть, а что делать с этими фотографиями? Нужно отсканировать, иначе они, в конце концов, потеряются и используются. И вы же куда-то. Надо так вот, мы придумали такую штуковую, но вот как бы сделать из проекта, преобразовать из такого компактного проекта, преобразовать из семейный архив. Ну, я не просто сожму, сетка такая, получается, вот сеть. Суть. Дерется фотография с календума. Фотография обозначается время, место, июня, ну, человек. В частности. Таким образом, имея просто фотографию время, мы можем построить линию жизни, ну, не жизнь, это она, случайно, архив человека по линии времени. То есть, начиная, например, с самой старой фотографии 1908 года, заканчиваем с 2012. То есть, получается, у нас устраиваются фотографии на этой линии. Где-то, вообще мало, то есть, через какой-то большой, здесь пошли много. где-то у нас вообще права находит. Это у одного человека. Дальше, у нас есть место. То есть, таким образом, мы можем построить карту. И человек. То есть, дедушка изображен на 15 фотографиях, а 3 фотографии сделан, например, в Новости, он служил на Крайней Севере, потом переехал, потом переехал, там, ну, и в Санкт-Петербург, или еще куда-нибудь, там много фотографий. И получается, его же и номерпуль, как он сделан был, если вы хотите что-то узнать о своем деле, вы понимаете, можно поискать вот здесь. Вдруг он найдет, стоит небольшой, удивляет, вот каких-нибудь. Следующее, если дать, ну, как бы, дальше накручивать систему, это какие-то неожидные, какие-то неактивные. Когда людей становится много, становится много. И просто сравнив, например, в одной фотографии, ну, очередной человек, зайдя и добавив фотографию в систему. Система выборов, поэтому времени и места может предложить сказать, что в системе есть антисфикография, с этим временем и местом посмотрите и знаете, это наш человек. Можно какую-то вариацию сделать. Да, то есть, наоборот, оставить, зафиксировать, например, место, а время сделать в варианте. Вот, то есть, получается, что люди, через какое-то время, ну, выучить, там, наверное, все фантазируют, через три года, человек, война в систему, просто ведя заполнен какой-то, так, начальность вопад, он получает, что у него, вот этот его актив, может заполниться частично сам собой. Да? Так как у нас есть в человеке, да, этими людьми, которые это не споем, можно делиться, то есть, получается, как бы, некая генеалогическая древа. То есть, когда систему забудет вас какого-нибудь ваш родственник, который один делает вас ты. Вы можете поделиться с ним не своими друзьями, а своими предками, которые вы завели в систему. Таким образом вы можете работать на фотографии, на своих архивах не одному, а совместно. То есть, например, есть фотография, непонятно, когда сделана, непонятно, кто изображен, сзади может быть что-нибудь интересный familiar. Соответственно, вы даете совсем из фотографии, как-то д ноут вообще я с этим людям, с которым вы вместе можете поработать Да, и таким образом установить. То же самое здесь устраивается видео, о котором я кладу до начала. То есть, интернет-интеллектуально, да, плагинится на сайте? Да, да, да. То есть, вариантов семейного сообщества на мне? Это будет в дальнейшем обидовано, как, то есть, вот есть человек, их новый, да. Соответственно, люди могут объединиться к вам. Ланзакева, например, да, как вы меня поменяли. То есть, такое есть уже? Ну, и сегодня? Нет, это, на самом деле, есть сейчас, ну, как бы, вот, это мой взгляд проектов, вот, вот, с этой, что, короче, такое действие, там, ну, есть два назад, это не надо. Ну, смотри, я там уже, да, проектов семейного сообщества. Еще раз? А проектов семейного сообщества? Ой, я знаю, сколько проектов слушать. Так уже постепенно, когда мы сначала еще не слышали. Практически очень похожие идеи. А очень много похожих. Есть проект 41-45, когда снимают ролики о войне. Есть проект Family Space, где строят, ищут родственника с помощью генеалогических древов. Да, то есть, ну, как бы, идеи все понятно, что где-то рядом все же беспокоят. Есть, например, вот, да, Дарья говорила, что есть проект в Питере, который... Да, это Санёк в Санёк в Санёк. Где, вот, вот, еще раз, какой есть? Санёк в Санёк. Санёк в Санёк в Санёк. Ну, я, вот, где фотография, да. Ну, я хотел уточнить, вот, ну, программа, вы входите в эту программу? Нет, мы пока не будем. Мы, на самом деле, вот, еще раз, да, два месяца, два месяца там... Ну, то есть, идея пришла весной. Мы начали его, как-то, вот так вот делать. В начале июня. Ну, это, понимаете, у нас... У меня картофель бизнес, и мы занимаемся совсем другими вещами, да. Сейчас в социалке. Вот, я первый, для меня так, челлендж делал социальную картофель речи. И сейчас какая-то еще есть активность? Нет. Мы, вот, сейчас только вот сидят программисты и пишут, что мы сейчас единственное, что сделаем, это у вас, ну, как бы, оболочка, чтобы можно было возможности там развиливать, да. Следующий шаг – это личные кабинеты. Следующий шаг – это вот это вот, как вот сделать, чтобы в фотографии можно было апеллировать, а потом фронлы и фронлы по фронту. Прямо постепенно. В перспективу, вот, вот, так вот, субсидии и градусы, что-то, куда-то, 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 куда-то. Да, но не сейчас. Сейчас, ну, как бы, еще раз, да, сейчас есть денег немножко, есть своих, есть... Из Санкт-Петербурга, нам не только интересовался, нам проект понравился очень, Беловусов, Илья Николаевича, понимаете, да, который также нас, ну, не то, что спонсирует, а то, что выступает по учредителям. Да, т.е. мы сейчас, как бы, хотим довести до какого-то... чтобы не получилось так, чтобы много вниманий, мы пришли таким большим нам, ставил хорошие люди. Поэтому, пока достаточно. «Санкт-Петербург, я бы не было такой смысл, наrifивка — predomin Huntington, Вы hawskiffe и так, упорняла в anomилюченииbey, в частности, ой подпiler Горron по поговору, это совершенно плохие, 其实 как знаемстречку!? к тому, чтобы понятно не было,